Здравствуйте, друзья! Российские пропагандисты истерят по поводу того, что дети в оккупированной части Запорожской области хотят учиться на украинском языке. Вопли стоят большие. Россияне говорят о том, что 46% написали заявление, желая обучаться на украинском языке. В действительности там, где русские говорят 46, в действительности, наверное, 92. И сейчас многие россияне рассказывают, что они не умеют говорить по-украински, что у них челюсть, видите ли, русскоязычная и так далее. Но если мы просмотрим древние манускрипты, полистаем страницы пожелтевшей истории, мы увидим, что россияне, предки россиян, как бы они там ни назывались москвитянами, московитами, залезской ордой или еще как-нибудь, они прекрасно, в общем-то, разговаривали и разъяснялись с украинскими князьями на украинском языке. Доказательств полно. Например, первое доказательство, почему слово «москва» пишется по-украински. То есть это свидетельство о древнем написании по-украински «Москва», а читается по-российски «Москва». То же самое с так называемым звательным падежом. В русском языке, в современном русском, великороссийском языке есть всего лишь несколько слов в звательном падеже, который, и этот же звательный падеж является свойственным для украинского. Он есть везде в Украине. Например, в русском языке он присутствует только в таких словах «Боже, княже и княгине». То есть, когда обращаются к кому-то «Боже, княже и княгине». То есть, русские к Богу, князю и княгине обращаются по-украински. Более того, если вы посмотрите, например, древние карты Москвы, любую возьмите, любую практически, то вы увидите, что до 18 века такого города, как Владимир и, соответственно, княжества Великого Владимирского, Владимира Суздальского, не существовало. Был город Володымир и княжество Володымир, Володымирия. Почему так? Потому что ответ очень простой. Этот город в Залесье, в далеком Залесье, основан великим киевским князем Володымиром Мономахом. Это именно тот князь, который писал, что его нарекли русским именем Володымир. И вот, если вы посмотрите любую карту российскую до 18 века, в 18 веке почему-то они изменили это правописание, то вы увидите, что там написано Володымир и все княжество, все Залесье называется по-украински Володымирия. Карта 1578 года Герхард Де Йоде, карта 1562 года Энтони Дженкинсон, Володымирия, Московия Табула Ново, карта Джерома Гастальди, это тоже 16 век, Себастьян Мюнстер и так далее, и так далее. Множество всех карт, аж до конца 18 века везде Володымирия, то есть вся Залесье называлась по-украински. С украинским полноголосием россияне даже так сказать почему-то не могут поляныть, что они не выговаривают, видите ли, а нужно привыкать, потому что дети в Запорожье, да и вообще все знают, что нужно знать украинский язык, тем более, что украинская армия скоро вернется в Запорожье. И таким образом, если вы посмотрите на огромное количество всяческих документов, вы увидите, что с властями жители Залесья обращались по-украински. Ну вот возьмем, например, грамоту Земского собора о выборах первого москвитского царя из рода Романовых кобыл Михаила Федоровича Романова кобылу 1613 год. Что мы читаем в этой грамоте Земского собора? И все православные крестьяне всего московского государства, напомню, что России еще никакой не было в 1613 году, от мала до велика и до сущих младенцев, яко едиными устами в опияху и вызываху глаголяще, чтобы идти на Володимирском и на московском, и на новгородском государствах, и на царством казанском, и на астраханском, и на сибирском. в опияху в Владимирском, в Владимирском. Более того, есть очень интересный документ, связанный с тем, как князей киевских называли за лишание. Ну, честно говоря, документ, он не совсем аутентичный, потому что это былины, а былины записаны всего-навсего в 19 веке. Но даже в этих записанных в 19 веке киевского князя называли Владимир через букву И. Если вы хотите, возьмите книжечка, называется «Былины исторические песни баллады». Издание издано в Москве. «Былины исторические песни баллады». И везде там Владимир, такая переходная, переходная такая форма из Владимира Владимир. И выходите с кабаков, с домов питейных, и обирайте вы на ковки да золоченые, да не исите в кабаки, в домы питейные, да выпейте тко, да вина досыта. Тут Владимир, князь, да стольнёк киевский, киевской. «И он стал Владимир, дума, дума ты, ему как-то надобно с Ильёй помиритесь, и завёл Владимир, князь, да стольнёк киевский. Он завёл почестен пир, да и на другой день тут Владимир, князь, да стольнёк киевский. Да щестал, да и дума, дума ты». Ну, короче, вот это вот всё. То есть, даже в 19 веке, когда эти были записаны, былины, все московиты помнили, что князя киевского в действительности звали Владимир, ну, или Володымир, Володымир, точнее. Но они уже не могли этого произнести в 19 веке. Кому нужно скрин, могу оставить скрин, но вообще читайте первоисточники. И более того, соответствующее обращение княже, божья, княгыни, Володымир, русский и так далее, и так далее. Все эти слова есть в залезских, ну, и в новгородских летописях. Например, есть такой очень интересный текст «Суздальская летопись везде Володымир». Кстати говоря, везде в этой Суздальской летописи написано, что Суздаль это не Русь. Ну, и Залесье это не Русь. То же самое в новгородской летописи. Есть старшего, первого извода, второго извода. Тоже, все точно то же. И таким образом, никакого князя Владимира не существовало, это козе понятно. Все древние летописи, в том числе залезские, пишут, что князя звали по-украински Володымир. И никак иначе. Ну, вот, например, я вам процитирую один кусочек летописи Ипатевской. Встав Володимир и святополк и целовастася, то есть целовались, и поедоста на половці святополк с сином Ярослав и Володимир с синми и Давид с сусином. И облачишася в оброне и полки и зрядиша и поедоша до граду Шаруканю и князь Володимир пристави попи своя поїхаша к граду вечеру сущу и в неделю веедоша из города и поклонившисься князем русским. То есть это о походах на половцев, там, где сейчас выбивают русских оккупантов, российско-фашистских оккупантов, именно в тех регионах это все происходило с Шаруканем. А вот как, например, писал сам князь Володимир Мономах о том, как его звали в действительности. Асхудый, то есть это поучение детям называется произведение. Асхудый дядом своем Ярославом благословенным славным нареченным в хрещении Василий русским именем Володимир отцем возлюбленным и матерью своєю Мономахи Мономахом вот так написано Володимир Володимир и Киев Володимир 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 День Володимир 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 Словак Vолодимир Олена, Михалко, Дмитро, Данило и так далее. Есть даже в Московии были, в Залесье в 13 веке, уже после Мангала татар. Князь Иванка в Московии был. Ну и географические имена собственные 10-13 века. Киев, Лыбедь, Угорское урочище, Ляцкие ворота, Печерская лавра, Довбочка. Что интересно, вот эти слова украинские, они попадали даже в номенклатуру на территории современной России. В частности, в Рязани есть такое место гробля. То есть, русские даже не знают, что это такое гробля, но это по-украински гребля, то есть плотина. И, конечно, все эти Киевы, Лыбеди, это названия глубоко бандеровские, точно поляныцы для русскоязычной челюсти. Трудно это с этим совладать, но раньше, в древние времена, как видим, совладали. И ничего страшного в этом не было. Я уже не говорю о том простом факте, что князь Володимир имел герб Тризуб, родился в Киеве, в Киеве. Герб Тризуб и имел еще денежку гривну отца с оселецем Святослава, а мать из Любяча Черниговской области. Вот такая вот история. Я уже не говорю о том, что князь Володимир захватил и покорил город Корсунь, на месте которого сейчас размещен Севастополь. Скорее всего, Украина переименует назад этот город в Корсунь, потому что это натуральное украинское название, точнее древнегреческое, но Херсонес. Но рассказываем на украинский манер. Таким образом, все все умеют. Нужно только постараться. Нужно только постараться. А детки, конечно, на Запорожье молодцы. В Запорожьской области они правильно хотят обучаться на украинском языке, потому что украинские солдаты уже скоро приедут и накостыляют тем, кто им запрещает говорить на родном украинском языке. С Богом, друзья! До перемоги! Субтитры создавал DimaTorzok